Всем привет! Погодка радует, поэтому сегодня будет уличный влог, но видео получилось слегка длинным, поэтому всем огромное спасибо, кто досмотрит его до конца. Всем привет еще раз! Ну, как я уже сказала, сегодня вроде бы неплохая погодка, и можно совместить полезное с приятным и поболтать об ароматных темах на улице. Итак, давайте отправимся сегодня в профессорский уголок и поговорим о тех ароматах, которые у меня вызвали разочарование или от которых я избавилась. В общем-то, я не собиралась поднимать эту тему, но раз уж вам интересно, раз уж вы об этом спрашиваете, то давайте поболтаем и об этом. Немножечко с ним дорожим. Сейчас мы поворачиваем на рабочий уголок. Есть все и на такое не очень приятное место, вот эта вот с Ялкой дорога. Надо его проскочить. Вот, мы спускаемся. Опять какой-то туман. Я надеялась, что уж хотя бы сегодня будет отлично видимо, но тем не менее все равно. Ну вот мы уже подъезжаем прямо к городу. Набережной профессорского уголка. Пробрались через ямы, ухабы. Все нормально. Машина жива. Да и мы целы. Можно поехать на Черный Камень. Мы сейчас убираем на таком пляже нам остановиться. Возможно, даже на Черновских Камнях. Кто же в Алушке должен знать о них. Вот эти вот строения должны быть несемы. Вот это так, небольшая экскурсия по Алушкинской набережной. Но пока они все еще целы. Вот это все должны. Вот эту веранду снести. Жаль очень. Нам, допустим, нравились эти кафешки. Потому что снести-то можно все, а вот построить, что-то пока что с этим не видно. Вот примите на дорожное покрытие. Только бы все износили. Ну вот уже видно море. Хотела приземлиться на этом пляже. Но здесь вот люди жарят шашлыки, отдыхают. Посмотрим, что на другом. Здесь тоже не свободно. То же самое. Вон сидит компания. Прекрасный воскресный день. Правильно делают. Ну ничего, найдем сейчас какой-нибудь другой пляжик. Вот эти самые Черновские Камни. Нам, наверное, тоже надо было брать с собой шашлыки. Или что-то там придумывать. И располагаться. Видите, как народ время даром не теряет. Во как! Еще и не найдешь мест. Людей, конечно, на набережной просто как летом. И все пляжи, либо... И мы даже уже увидели тут купающихся. Либо заняты. Я выпис... Вернее, сделала такой... Как бы... Распечатала немножечко свою страничку. Именно с фрагрантики. Чтобы можно было... Как мы ищем место, где бы нам приземлиться. Потому что все занято. Я, наверное, потихонечку начну. Первый аромат, который у меня вызвал такое, ну, можно сказать, разочарование. Это произошло еще очень давно. Но в 16 лет это был первый парфюм, который мне подарили вообще из таких хороших ароматов. Был Кэрон или Карон. Не знаю, Карон, как правильно произносится. Я всегда называю Кэрон. Ноктюрн. Этот аромат мне подарили в концентрации духи. И я в 16 лет не смогла его оценить. Он для меня оказался очень каким-то альдегидным. Таким женским. То есть не для молоденькой девочки. И этот парфюм у меня очень долго валялся. И я помню, как я кощунственно этот флакончик куда-то там швыряла из одного места в другое. И вот только когда уже остался буквально пустой флакон, и выдохлась вот эта вся концентрация, вся вот такая резкость, который мне казалось, остался такой легкий цветочный аромат. И вот только тогда он мне стал нравиться. И я даже стала жалеть о том, что я с ним так как бы злобно поступила. В общем, я не смогла оценить красоты Ноктюрна в 16 лет. И тогда мне очень нравился Пуазон. И я, наверное, бы намного была бы больше рада, если бы мне подарили в тот момент именно этот аромат. Классический Пуазон, чем Ноктюрн. Альдегиды меня никогда особо не впечатляли. Кстати, мы сейчас находимся возле санатория Алушта. Это вход в этот санаторий. Потом у меня был действительно для меня кошмарным ароматом. Я не хочу как бы сейчас подбирать какие-то особенные, знаете, эпитеты. У меня совершенно нет к этому желания, потому что в конце концов это те ароматы, которые мне, в общем-то, не нравятся. И это аромат анаиса-наис. Для меня он был всегда каким-то кошмаром, металлическим, какие-то неприятные цветы. Его я не покупала, просто говорю о том, что это не то, что мне могло понравиться. Из современных выпусков Дальчевита у меня было современное. То же самое. Какой-то одеколонистый, грубый, неприятный. Ну, не то чтобы неприятный, но не впечатляющий парфюм. Елисейские поля. Это аромат был моей подруги. Она им пользовалась 20 лет, и я не понимала ее красоты. Мне казался он каким-то шампунным ароматом. То есть вот так. Видимо, цветочный я не особенно люблю. Ну, в общем, я его купила. Современный. И не смогла им пользоваться. Купила, в общем, как бы с такой ностальгией. Потом продала этой же подруге. Потом снова купила. И вот недавно опять его продала. То есть, не знаю, не нравится. Вот так, чтобы... Сейчас я к нему уже спокойнее отношусь. То есть, у меня нет к нему неприятия. Но вот такой восхищенности этим ароматом у меня нет. Жадор. Современный. Парфюмерная вода у меня была 12-го года. И я могу сказать, что она мне тоже, в общем-то, не пришлась по душе. Опять вот этот цветочный аромат. И он был выполнен, мне кажется, несколько... Уже он испортился, насколько я знаю, Жадор. Но вот эти вот цветы были какие-то химозненькие, что ли. Ну, в общем, не впечатлил. Это было однозначное разочарование. Он звучал очень холодно на мне. Холодно, какой-то мыльноватый. Ну, в общем, я его, по-моему, подарила. Потом у меня был Жур де Гермес. Недавно избавилась. То же самое. Как бы, вроде бы, как подкупила какая-то медовость цветочная. Но одела буквально пару раз. И, в общем, он мне показался каким-то неинтересным. Кстати, второй аромат, который у меня есть от Гермес, это вот этот... Эликсир де Мервей. Вода чудес эликсир. И благодаря моему мужу я еще его никуда не продала, потому что он им пользуется периодически. И, в общем-то, поэтому этот аромат остался еще у меня. А то, наверное, бы я от него тоже избавилась. Хотя, поначалу он меня очень очаровал. Но я считаю, что в нем все-таки многовато каких-то вот таких мужских, что ли, нот. Не знаю, вроде бы как апельсинка-апельсинка, но там такие смолы, которые, в общем-то, не особенно мне нравятся, как открываются. Следующий аромат разочарования, это... Ну, следующий аромат, это Манифест Эликсир. Мне он очень понравился при затестах в Эльдебате. Я им настолько очаровалась, мне показалось, что он настолько красивый. Честное слово, уже зла не хватает. Задолбали эти алкашня, или как их назвать, на каждом, на каждой лавочке сидят. Негде даже нормально сесть и, как бы, пообщаться. Чем я не люблю снимать в Алуште, то, что здесь, когда видят человека с камерой, то обязательно будут смотреть на тебя за 50 километров. В Ялте даже, когда ты находишься там, все старались в камеру улыбнуться, или же просто делать вид, что они этого не видят. Здесь ситуация совсем другая, всем до этого есть дело. Меня это очень раздражает. Следующий аромат, который мне, в общем-то, не то, чтобы вызвал у меня такое разочарование, или как-то не понравился. Ну да, можно назвать разочарованием. Это Манифест Эликсир. Я с ним познакомилась в Эльдебате. Именно в версии Эликсир. Мне он показался наиболее интересным, таким притягательным. Там в сердце нота гелиотропа. И она дает такую очень сладостную, какую-то такую дурманящую нотку. Но в носке как-то он мне не пошел. Возможность того, что к какому-то моменту просто накопилось достаточное количество парфюмов вот этого направления, какие-то сладко-цветочные, с восточными моментами. И я от него тоже избавилась. И, в общем-то, не жалею. Потом аддикт новый, именно синий, 12-го года, переформулированный. Дело в том, что у меня есть старый аддикт. И он ему проигрывает. В любом случае, тоже, в общем-то, попользовалась им. У меня была, по-моему, дваточка. Очень быстро я ее вылила. И, в общем-то, не возникло желания повторять. Вот опять, опять я иду. И кто-то обязательно, аж остановился мужчина. Не может пройти мимо, не замерев. От восторга, наверное. Бельдеопиум. Этот аромат, в общем-то, мне нравился. Им пользовалась моя мама. Когда он у нее закончился, какое-то прошло время. И я, естественно, тоже начала по нем скучать. И решила его себе приобрести. Но на себе я его, в общем-то, особенно не смогла долго носить. Избавилась, потому что мне он уже показался каким-то устаревшим. В этот список попала и новая мисс Диор Шери. Вернее, не новая, а старая. Я обзавелась специальной версией 2006 года, потому что на тот момент у меня была только 2012 года версия. Мне она нравилась. И, в общем, было очень много вот этих разговоров о том, что 2006 года более карамельная, более красивая. Я ее себе купила. Но за вот эти буквально там 3-4 года я настолько охладела к самому аромату мисс Диор Шери, что даже в версии той, которая была еще с надписью Шери, она меня, в общем-то, прекратила как-то впечатлять. И я продала ее, потому что этот флакон был еще полным, а новая версия у меня осталась еще половинкой. И, в общем-то, мне этого вполне хватит. В общем, этот аромат, на мой взгляд, успел так быстро как-то приесться и устареть. Ну, лично для меня. Следующий аромат, который также вызвал у меня разочарование, это был Лулу Кошарель современный. Старую Лулу я не знала, а вот современная я ее покупала без затестов. В основном по отзывам говорили о том, что она похожа на Пуазон. Ну, знаете, она, на мой взгляд, современная Лулу возле Пуазона, даже современного и рядом не валялась. В общем, довольно-таки какой-то... Ну, мне не понравился. Я его продала тоже. А, подарила. В прошлом ролике я упоминала, что новые опиумы точно так же продала. Мне не хватило в них той глубины, которая была в винтажном опиуме. Пионный ангел. Это была лимитка садовых ангелов. И она, в общем-то, сама по себе неплохая, но у меня был ангел, и, на мой взгляд, он... Ну, она очень сильно ему проигрывала. То есть я, возможно, не была такой сильной поклонницей ангела в целом, как аромата, чтобы собирать все его лимитки. Эта лимитка мне показалась довольно-таки неинтересной. Следующий. Это Датура Нуар. Датура Нуар я покупала тоже какой-то странный был такой у меня с ней за тест. Все тестила-тестила в Эльдеботе. Она мне очень нравилась. А затем я просто ее приобрела уже с рук. Тестер. Тестер был в порядке. То есть запах был все тот же самый. Но когда я начала ее носить, меня она начала очень сильно давить. И уже почему-то аромат мне не стал казаться таким очаровательным. Он мне напоминал какие-то цветы. Такой простенький цветочек. Ну, в общем, избавилась и даже не жалею. Что у меня еще? Трезор. Классический трезор, который я очень любила в молодости. Он у меня был в духах. И я им пользовалась. Но, кстати, даже не допользовала этот небольшой флакончик. Сколько он там был? По-моему, 7,5 мл. В общем, я помню, что на мне его не очень любили. В основном на мне хвалили больше Дюну Диоровскую. А этот считали каким-то возрастным. Но я из ностальгии купила, причем лимитированный выпуск, который с таким кристаллом сердечка, который выпущен ко дню матери. Но в итоге продала, потому что не носила совершенно. Тоже, в общем-то, не пошел. Бабочки артизановские. Та же самая участь. Проданы. Здесь ситуация немножечко другая. Я тестила бабочки именно классические. Ну, как бы обычные, да? Не экстрим-версию. И они мне показались такой прекрасной липой. Ну, каким-то очень, каким-то очень таким летним благоуханием. Я помню, у нас в Курске есть липовая аллея возле дома. И как пахнет липа, когда она цветет. И вот мне казались какие-то оттенки вот этого аромата вот в этих бабочках. Но в последний момент я почему-то схватила версию экстрим. На нее не было тестера. И я просто прочитала в интернете, что это все то же самое, но чуть более стойкое. Потому что бабочки оказались не особенно стойкими. И каково меня ждало огромное разочарование. Потому что этот аромат оказался более кислым, более сухим. И он оказался с такой нотой стружки карандашной, которую я ненавижу в парфюмерии вообще, если ее слышу. В общем, я ее продала. Точно такая же участь постигла и артизановскую фигу. Примерную, обычную, не экстрим-версию. Это какой-то, извиняюсь, огуречный лосьон советских времен. Что меня побудило на покупку этого аромата, до сих пор сейчас не понимаю. Скорее всего, восторженные отзывы. Так, какой еще аромат разочарования? Эден. Современный, обычный. То же самое покупала из ностальгии. Но спустя какое-то время я просто решила, что, хотя он нравился окружающим, на мне он, лично мое было его восприятие, что он какой-то очень химический. Хотя окружающим он нравился. Я его сама на себе не могла выносить совершенно. Трезор Миднайт Роуз. Многие ароматы, которые содержат смородину, мне тоже кажутся не очень привлекательными. Кто-то слышит это, как кошачью какую-то мочу или еще что-то. Я это воспринимаю несколько иначе. Для меня вот эта смородинка сахарится и пахнет какой-то такой дешевинкой. В общем, я не оценила красоты этого аромата. Точно так же, как и аметист Лаликовский. Там смородина не сахарилась, там он пах просто каким-то шампунем. Это все покупалось в наших сетях. То есть, это никакие там не поделки, не по лавочкам прикупленные. Такое мое восприятие этих ароматов. Что еще? Сара Джессика Паркер Лавли. Это ужасный пот, я уже говорила. Контрадикшн Кельвин Кляйн. Какой-то алкогольный, сухой, непонятный. Мне не нравятся нотки типа Мартини, что-то такое. Фу, продала и забыла. Рефлекшн Амуаш. То же самое. Огуречный лосьон Эйфория Кельвин Кляйн. Да, неплохой аромат, но крайне банальный. Хотя окружающим нравился. Гипноз Ланком продала, жалею. В общем-то, его надо было оставить, но я его практически не носила. Хотя сам по себе аромат красивый. Лаве Бель подарила. Я его не ношу, я не люблю ароматы, которые слышно очень часто от окружающих. Может быть, когда-нибудь потом, но, скорее всего, это будет участь такая же, как и Мисс Дёр Шери, которую я тоже покупала. Уже она немножечко интерес к ней подупал, окружающих. Но в итоге и сам аромат, в общем, устарел. К тому времени, когда я его сподобилась начать носить. Оде Шалемар. Это такой флакончик с белой кожаной тесемочкой. В общем, это уже современный выпуск. В Джаггеровском флакончике я очень люблю Оде Шалемар. У меня есть лимитированный выпуск 2009 года. Но вот этот именно в Джаггеровском флаконе Оде Шалемар очень нестойкий. Сам аромат красивый, но я его продала. Это было и основное мое разочарование в его нестойкости. Поэма винтажная. Я говорила, свечной заводик не понравился. Это кристалл Оверт Шанелевский. Зеленый кристалл продал. В Шанелевском кристалле мне не понравилось то, что там цитрусы холодные и белые цветы. Что-то типа флор-оранжа или там может быть какой-то жасминчик. Зимой на такой парфюм меня лично не тянет. Он холодный, колкий как бы не в тему совершенно, а летом. Вот эти цитрусовые как-то горчат. То есть именно в нем они открываются, на мой взгляд, некрасиво. Мне такое не нравится. Меня такое не освежает, а наоборот как-то начинает напрягать. Такое сочетание я не люблю. А Мариша Мимоза, урожай, по-моему, 2009 или 2007 года, не помню. Тоже продала, хотя аромат довольно-таки интересный. Мне он показался все-таки несколько ретро. И может быть я не люблю сам классический Амариш, потому что я не настолько его помню хорошо. Как-то он мимо нас прошел этот аромат. Я покупала в основном из-за оттенка Мимоза этот парфюм. Но сквозь, несмотря на то, что есть вот эта явно слышимая Мимоза, очень какие-то лезли какие-то супер цветы, которые мне не понравились. Что еще? Кинзошные ароматы Амор, Лемон Дез Бо, Цветок Кинзо, все продала. Лемон Дез Бо, не поняла, чем там может радовать какая-то... Что-то типа помидорки с цветами. Ну, как-то это уже все в прошлом. Кинзо Цветок Неплохой, но пудровых ароматов, мне кажется, можно... Мне нравится немножечко в другом исполнении. А вот эта рисовая ваниль Амора, какая-то слишком домашняя, слишком простая. Не особенно интересная. Тоже продала. Что еще? Алюр Сенсуэльный. Продала Жалею. Красивый парфюм. Но мне он выносил мозг своей мощностью. Но, возможно, я постараюсь его повторить. Хотя, не знаю. Все-таки тоже в нем есть какие-то уже несколько ретро-оттенки. Сейчас уже очень много всего нового в той же нише. Можно, наверное, поискать что-то более уже интересное. Это Карвин. Это... Не помню, как он называется. В зеленой коробке. Современный парфюм. Вот этот, по-моему, Карвин. Кле Парфюм. Да. Тоже продала. Мне он чем-то напомнил поначалу. Ну, это, конечно, сумасшествие. Турбуленс, который был когда-то. Я помнила его в своем детстве. Но он какой-то оказался гораздо, естественно, проще. Цветочный. В общем, и тоже в нем то ли мускусы какие-то противные. Не то чтобы противные. У меня от него начинал болеть нос. Так же, как это от рефлекшена. И то же самое его продала. Ну, в общем, вот те ароматы, которые вот так на вскидку, можно сказать, были мной отвергнуты. Ну, что еще, какой я сейчас помню. Вот этим летом я покупала фиалку. Или я забыла, как называется. От Гуччи. Фиалка. Там есть тоже садовая серия. Магнолия, роза. В общем, вот купила вот эту фиалку. Тестила, кстати, ее совместно с пудровым кубиком Нарцисса Родригеса. И решила, что это пахнет так фиалка. И купила вот эту фиалку. А в итоге это оказалась какая-то банальная розочка. Которая совершенно мне, в общем, вообще не мое. То же самое продала. Тоже разочарование постигла с Бэби Долл Эвсен Лоран. Тоже какая-то роза банальненькая, совершенно детская. И у меня была совершенно безумная покупка, которую даже никто не хочет перекупить у меня. Это Барк Свис Арабиан. Это масляные духи. Покупала я их во время токсикоза в беременность. То есть меня мутило буквально до всего. И представляете, даже в этом состоянии я пошла себе выбирать парфюм. И я выбирала между Алиэн Эксердинари и им, конечно, выбор офигительный. Где то и где это. И, конечно же, я сделала выбор в пользу вот этого просто супер-восточного Барка. Который, ну, это надо услышать, чтобы понять, что это такое. В общем, какие-то восточные масла благовония. Кроме красивого флакона, там, пожалуй, наверное, нет ничего. И, в общем, это тоже сумасшедшая моя покупка. Ну, ничего. Бывает и такое. Зато флакончик красивый. В любом случае, я могу сказать, что ни один из ароматов, которые я перечислила, я не могу назвать какими-то, знаете, ужасными. У меня нет такого аромат-кошмар. Да, я даже могу их так назвать. Но, в любом случае, это всего лишь ароматы духов. И для меня, откровенно неприятными, могут быть какие-то другие ароматы. Ну, как вы уже поняли, там, непромытости или ещё чего-то. Или, допустим, какие-то кошачьи лотки. Вот это. Вот это меня может раздражать. Убежать от человека, который чем-то сильно надушен, как некоторые пишут, что ой, я убежала, там так воняло или что-то такое ужасное. Я никогда не убегу, потому что это не та вонь. Какой бы ни был бы это сильнейший там одеколон или что-то, всё равно это всё цветочки. А вот в этих вот убеганиях, ну, я вижу что-то такое жеманное. Мне кажется, это не особенно-то и искренне. Ну, на мой взгляд. По крайней мере, у меня никогда не возникало таких ощущений, что вот именно от чьих-то духов надо куда-то там бежать. Какими бы они ни были. А вот от грязного какого-то запаха, там, непромытости, вот это да. Лучше пускай это будут хорошие духи. Ну, естественно, на чистое тело. Хочу немножечко снять для вас Алушты. Как она красиво смотрится. Сейчас тут будет прекрасный вид. В общем, это практически всё, что я хотела рассказать. О тех ароматах, которые мне не подошли по какой-то причине. Пишите свои комментарии. Было ли вам интересно подобное видео. Ну, а в следующем ролике я хотела бы рассказать уже о том аромате, который мне нравится. И, скорее всего, это будет Герлен Шалемар. Классическая его версия. И некоторые его лимитки. И, в общем, вариации. Всего вам самого наилучшего. Встретимся в следующем видео. Пока! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...